Не надо ходить к гастроэнтерологу, чтобы он расписал диет. Каков стол, таков и стул. Анемия – это тоже всегда криминал. Ну, дайте ребенку поесть уже, наконец-то. Пусть он там расскажет, что у меня внутри. Слушайте, ну, скорее всего, нет у вашего ребенка аллергии на эти продукты. Если что-то и отравляет лактоза в нашем организме, только настроение. Ой, нет, извините, мы ошиблись и понеслась. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Алексей Головенко, я гастроэнтеролог. И ко мне часто приходят пациенты с заболеваниями кожи и просят им чем-то помочь. Я не знаю, что им ответить, и поэтому сегодня с удовольствием пообщаюсь со специалистом. Добрый день, коллеги. Меня зовут Анастасия Угрюмова, я врач-драматолог. И, честно говоря, у меня тоже вызывают вопросы, почему пациенты, которые должны быть у драматолога, идут к гастроэнтерологу. Скажите, Анастасия, а вы посылаете к гастроэнтерологу своих пациентов? Вы знаете, ну, за мою практику я думаю, что это можно пересчитать на руках, сколько раз бы эти пациенты были отправлены. И чаще всего это какие-то серьезные системные заболевания. Вот у меня всегда вызывают вопросы, потому что часто пациенты приходят с запросом и говорят, я очень хочу попасть к гастроэнтерологу, потому что я убежден, что мои усыпания на коже связаны с моим желудочно-кишечным трактом, со вздутием живота и так далее. И хотят мифический анализ на дисбактериоз. Расскажите, пожалуйста, подробно, чтобы коллеги знали, что это такое и надо ли его хотеть. Совершенно точно, конечно, не надо. Взгляд гастроэнтеролога. Мы понимаем, что как-то микрофлора влияет на все в организме. Как-то. Есть четкие данные, показывающие, что, да, там, скажем, при, насколько я знаю, при розации чаще встречается, например, синдром избыточного бактериального. Ну, какой-то вот этот сдвиг микробной экосистемы, что ли. Об этом я подозреваю, что пациенты читают где-то в гугле, а потом они сами иногда решают пойти к гастроэнтерологу. У меня вот где-то две группы дерматологических больных. Это люди, которых направили к дерматологи, мне кажется, отчаявшись чаще всего как-то им помочь. И люди, которые просто сразу сами решили к гастроэнтерологу идти. И, знаете, чаще всего они даже не спрашивают сдавать ли им кална дисбактериоз. Они обычно приходят уже с не одним тестом и просят это уже комментировать, зашифровать. Да, вот как словно голос с неба на них снизошел, как сказать, им повелел сдать этот тест. А мы теперь должны думать, что с этим делать. Я думаю, что вам я могу этого и не говорить, но для широкой аудитории скажу, что анализ на дисбактериоз сдавать точно никогда, ни при каких обстоятельствах не нужно. Потому что это все равно, что пытаться ставить диагноз по цвету мочи. И то это, наверное, точнее будет диагноз. Аргументов здесь несколько. Аргумент самый такой, так сказать, очевидный математический. Из всех видов бактерий, которые обитают, как считается, в желудочно-кишечном тракте, культивируемый от силы 20%. То есть мы берем кал, помещаем его на эту чашку петри, на питательную среду, и пытаемся по составу этих бактерий, которые там выросли, только потому что они могут там расти, мы пытаемся делать выводы о какой-то сложнейшей экосистеме. Ну, то есть, грубо говоря, пришли в лес, сфотографировали куст, копнули почву и пытаемся сделать вывод о том, что в этой тайге происходит. Аргумент второй, что норма, которая вот на этом бланке заветном написана, я ее даже не знаю, честно говоря, лактобактерии, бифидобактерии от 10 в 6 до 10 в 9 и шерихиколи, я могу почти уверенно сказать, что она взята с потолка. То есть найти первоисточник лично мне просто не удалось этого исследования. Вот кто и когда сказал, что их должно быть в таком количестве? Третий аргумент против этого теста, что есть подозрение, что он невоспроизводим. Наводит на эту мысль тот факт, что искренне я ни разу в своей жизни не видел бланк на дисбактериоз, в котором было бы написано норма. Ну и главное, это, пожалуй, то, что все равно мы с этим результатом ничего сделать не можем. Потому что я допускаю, что если бы у нас был какой-нибудь, не знаю, там супер бактериофакт, который может убить конкретный микроорганизм в составе кишечного тракта или какой-то суперспецифичный антибиотик, ну, наверное, тогда нужно было бы знать состав микрофлоры, чтобы его вот так вот таргетно менять. И еще не факт, что это повлияет в лучшую сторону. Вот именно. А у нас есть же очень не селективный только препарат. У нас есть просто антибиотики, которые во многом, ну, честно говоря, это как. И так их назначают дерматологи, как я знаю. Ну, и среди педиатров есть шикарное выражение, как уфстол, так уфстул. То есть, если человек соблюдает диету, я так понимаю, будет один результат. Если он сходил на шашлыки, немножко выпил, будет другой результат. На третий день он поел нормальную еду, и будет третий результат. Я же правильно понимаю. Именно так. И, конечно, я слышу, что это как-то будет отражаться на микрофлоре. И поэтому вот сдавание этих тестов, ну, как сказать, три раза в день, если его сдать, я подозреваю, что будет три разных результатов. Кстати, по поводу розации. На самом деле доказано и известно, что глобальное питание, это на течение розации не влияет. То есть, да, все факторы, которые заставляют нас нагреваться и потеть, это и спорт, и бани, и сауны, и очень острая, очень горячая пища, они могут влиять, но чисто механически, потому что они расширяют сосуды. Если люди едят тот же суп, но просто охлажденный, соответственно, это уже не провоцирует никаких вспышек. А еще очень любят пациенты приходить с угревой болезнью, с акне, и говорят, что это все из-за того, что я не соблюдаю диету. Научите, как им объяснить, что соблюдение диеты глобально не влияет ни на что. То есть, да, я привожу им ссылки, показываю публикации, что, может быть, избегание каких-то лакто-продуктов может как-то влиять на состояние их кожи, но не глобально и не исцеляющее. Что вы думаете по этому поводу? Стоит ли пациентов с угревой болезнью к вам отправлять? Мне кажется, тоже не стоит. Есть, видимо, единственное пока более-менее связующее звено, вот такое, на которое мы можем как-то воздействовать с препаратами или диетой. Это, судя по всему, просто количество бактерий в тонкой кишке. У нас есть в гастроэнтерологии понятие вот этот Сибор или Сибау. Этот Сибор – это тоже достаточно условный синдром. Стало больше бактерий, но вроде как при этом должен сдуваться живот, при этом должен как-то разлаживаться стул в сторону диареи. Сейчас, скажем, последнее британское руководство по диареям вообще предлагает ставить его просто клинически, даже без всяких дыхательных тестов, что иногда делают. Человеку дают какую-то дозу углевода и замеряют выдыхаемую концентрацию водорода до и после. Сейчас это мы можем просто проигнорировать, сразу дать препарат. Впрочем, я читал работу, что при розации действительно чаще встречается синдром избыточного бактериального роста. Половина моих клиентов – это люди с функциональными расстройствами пищеварения. Это люди, у которых в силу какого-то дисбаланса работы нервной системы и микрофлоры долго и достаточно часто возникают проявления заболевания. Вылечить их волшебной таблеткой вряд ли можно. Я подозреваю, что и угревую болезнь тоже вряд ли можно вылечить, уж тем более розация. Вот какой-то волшебной таблеткой не может быть. Нет, на самом деле, угревую болезнь можно вылечить, розацию можно добиться стойкой ремиссии, но часто угревая болезнь путается. И часто ко мне приходят пациентки, которые находятся в стрессе, в состоянии депрессии, в состоянии апатии, и они просто механически себе провоцируют развитие углевой болезни, ковыряя лицо, теребя, выдавливая прыщи. И часто у таких пациенток как раз есть жалобы и на вздутие живота, и на нестабильный стул. Я так понимаю, это можно расценивать как депрессию, или как какие-то стрессовые, тревожность, еще что-то. И тут тогда уже нужны не мы с вами, а психотерапевты. Я, честно говоря, с вами совершенно согласен. Замечено хорошо, что у людей с запором действительно чаще сыпь. Мне, честно говоря, всегда до анализа литературы всегда казалось, что это какое-то поверье. Люди приходят и говорят, ну вот как у меня нет стула, так у меня сразу на коже высыпает что-то. Оказалось, что это закономерно отслеживается, в исследованиях, но она и кожные проявления, в первую очередь акне, и, собственно, запор или другие проявления какого-то функционального расстройства, потому что понятно, что запор это в 99% случаев это совершенно функциональная особенность, история. Это не непроходимость, это не отравление препаратами. И запор, и кожные проявления, они оба, эти состояния хорошо ассоциированы с депрессией или с тревожным расстройством. Поэтому очень может статься, что и вы, драматологи, мы гастронотологи, мы лечим вследствие одного и того же явления. Просто вопрос, конечно, чем лечим. Вот ко мне приходит человек с кожной проблемой и, да, рассказывает заодно, что у него запор. Твердо могу сказать, что тактика лечения этого запора будет одинаковой, что у человека с угревой болезнью, что без, что с розацией, что без. У нас это немножко отличается, потому что иногда, когда ты не видишь первичных элементов на коже, а видишь только экскреации, то и при этом пациент рассказывает, что вот у меня угревая болезнь, у меня все плохо, мне ничего не помогает. Тут как раз в первую очередь надо научить и объяснить пациенту, что ему нужно убрать руки от лица. А чтобы убрать руки от лица, ему нужен как раз психотерапевт для того, чтобы разобраться, что является триггером, что является пусковым механизмом. И может быть диарея и одновременно, или запоры, и одновременно обострение угревой болезни это просто проявление высокого уровня тревожности, который у него может быть в этот момент. Есть еще все-таки категория заболеваний, когда нужны ивеймы. Это, например, болезнь бихчета. Иногда бывают такие ситуации, когда, как это не смешно, повод не додуман, и пациентам действительно нужен гастроэнтеролог. Это когда пациенты, например, приходят с рецидивирующими язвами, автами во рту, с рецидивирующими автами в области гениталий, и параллельно выясняется, что у них еще есть расстройство стула, жидкий стул или какие-то потери веса. Тогда все-таки, извините, мы отправляем пациентов к вам. Что вы делаете с ними дальше? Я первым делом удивляюсь, потому что, честно говоря, немногие из ваших коллег направляют вот именно по этим показаниям гастроэнтерологу. Я в своей практике, а я специализируюсь на лечении воспалительных заболеваний кишечника, в основном болезни крона, язвенного колита, и поэтому вынужден какой-то диагноз проводить с болезнью бихчета, с целиакии, с герпетифорным дерматитом дюрингой, просто с ревматологическими заболеваниями, которые могут давать и кожные, и кишечные проявления. Чаще сталкиваюсь с тем, что человек приходит от хирурга, скажем, после нескольких санаций гангренозной пиодермии где-нибудь на ногах или, что страшнее, на лице. Он приходит уже обезображенной, фактически, операцией, после нескольких курсов антибиотиков, пока, наконец, кому-нибудь там свежая мысль в голову не придется спросить у него, что у него со стулом, собственно. Пока это, скорее, экзотика, чтобы дерматолог заподозрил системное заболевание. Но, видимо, мне просто, может, не везет на дерматолога. Я думаю, что да. Да. Ну и потом это все равно, конечно, достаточно редкий сценарий. Мы сталкиваемся иногда с синдромом Пейтса-Егерса, где классические вот эти гиперпигментации на губах, наличие множественных полипов. Это такой классический клинический диагноз. Ну да, и тут больше нужны вы, чем мы. Тут даже нужны не только мы, тут нужен эндоскопист. Потому что по современным представлениям синдром Пейтса-Егерса предполагает обязательно генетическое тестирование пациента, обязательно генетическое тестирование родственников первой линии. И фактически очень-очень частое наблюдение. Если брать последние гайды по введению пациентов в синдром Пейтса-Егерса, это раз в три года видеокапсульная эндоскопия плюс гастроскопия, коломоскопия. Это немалые деньги. Это магнитно-резонансная холонгиопанкреатография, потому что заболевание ассоциировано с риском рака поджелудочной железы. Это ежегодный осмотр урологов, потому что там многократно увеличен риск рака яичек. То есть, конечно, такой диагноз мы пропустить не имеем права, потому что там риск рака к 50 годам приблизительно 50% достигает, если не ошибаюсь. Это вот такое первое яркое пятно в какой-то практике. Ну и, конечно, да, вот эти ревматические заболевания, да, это вот заболевания ауто-воспалительные, аутоиммунные, болезнь вегчатая, внекишечные проявления воспалительных заболеваний кишечника, с ними сталкиваемся мы-то часто. И мы-то тоже. Да. И здесь, пожалуй, таким простым скрининговым инструментом, мне кажется, вот в дерматологической практике, если, ну, наверное, сейчас состояние неактивное, но человек рассказывает что-то напоминающее, там, узловатую ретему когда-нибудь в анамнезе или геногринозную пиодермию, у нас появился такой инструмент, как фекальный кальпротектин. Это вот тот анализ калкуля надо сдавать, в отличие от программы и анализа на дисбактериоз и анализа крови по Осипову на масс-спектрометрии, на микрофлору. Кальпротектин – это чувствительный маркер воспаления. Физически это белок нейтрофилов, и для него немножко были в этом году обновлены нормы. При, скажем, уровне менее 100 микрограммов в грамме можно почти с уверенностью отказаться от эндоскопии, потому что вряд ли что-то будет воспалительное найдено, вот так, по крайней мере, в подвздошной кишке и в толстой кишке. Уровень больше 250 прямо диктует необходимость, как можно скорее заглядывать в кишку. Но это, опять же, вы будете делать? Это будем делать мы, но, конечно, так, если пациент с большим трудом согласился пойти к гастроэнтерологу и говорит, ну что, я сейчас пойду, они опять назначат свои дисбактериозы, гастроскопии, всякие ферменты, ингибиторы протонной помпы. Мне кажется, интересно вот пациентам с подозрением на ревматоидный характер, ревматологические заболевания, проявляющиеся на коже, интересно посмотреть фекальный кальпротектин. Ну, тут я скорее могу не согласиться, потому что, например, узловатая эритема встречается и при других историях. И всем подряд смотреть фекальный кальпротектин тоже, это не совсем выход, потому что, когда пациент платит за это свои собственные деньги, ты уже начинаешь считать, что у нас первые необходимости, что второй, и нужно ли так далеко заглядывать, выстрелят, не выстрелят, это еще не факт, а если выстрелят, то он все равно узнает. То есть, может быть, что касается рака, я согласна, это однозначно надо делать. Плюс, например, бывают пациенты, которые приходят с множественными вишневыми ангиомами, и если обычно, ну, мы регулярно на осмотре видим пациентов с вишневыми ангиомами на теле, и им говорят, что ничего страшного, это в маму с папой после 30 лет появится, по если что уберем, вот, то, когда мы видим, например, такие ангиомы на губах, опять же, мы отправляем их к вам, чтобы исключать Ослер-Вейбер-Андиус синдром. Это намного, мне кажется, важнее, чем удалять ангиомки и говорить, что вот мы сейчас займемся вашей эстетикой. Тут должен быть какой-то баланс, что какой-то минимальный скрининг, если мы выходим за его пределы и видим, что да, вот здесь есть проблема, здесь проблема, то тогда уже мы в него углубляемся. Вот, мне кажется, мы могли бы как-то, наверное, вместе сформулировать какой-то набор симптомов, при которых стоит направлять к гастроэнтерологу. То есть человек пришел с рецидивирующим, не знаю, автозным стоматитом. Однозначно. Но, наверное, спросите его о том, что происходит с кишечником, есть ли кишечные симптомы. Мы-то в гастроэнтерологии далеко не всегда сразу делаем эндоскопию, даже не всегда сразу проверяем кальпортактин. Это все-таки так делаем, когда предполагаем какие-то симптомы тревоги, как говорят. То есть, скажем, если человек просто жалуется на то, что у него там не очень оформленный стул, это в 99% случаев не означает вообще ничего. Но если, скажем, он встает ночью для того, чтобы сходить в туалет, это звонок, симптом тревоги. Звонок другу. Звонок врачу в данной ситуации. Сочетание любых кишечных, вот внезапно появившихся изменений кишечных повадок с анемией, это тоже всегда криминал, как правило. В общем-то, любые кишечные симптомы после 45-50 лет, они тоже, как правило, требуют, ну, по крайней мере, визиты к гастроэнтерологу, чтобы все это переоценить. Ты назначишь какую-то волшебную диету, безлактозную, безглютеновую, безъедовую, то сразу все поможет. И очень сложно объяснить родителям, что слушайте, ну, скорее всего, нет у вашего ребенка аллергии на эти продукты, ну, дайте ребенку поесть уже наконец-то. И говорят, тогда мы пойдем к гастроэнтерологу, чтобы он нам расписал диету. Не надо ходить к гастроэнтерологу, чтобы он расписал диету, потому что то, как это... А гастроэнтерологи назначают анализ колонодисбактериоз и понеслась. Мне кажется, гастроэнтеролог в нашей стране, он не имеет достаточной квалификации, чтобы назначать диету. Может, меня осудят за это коллеги, но... И дерматологи, значит, резюме такое, что диету не соблюдаем. Диету не соблюдаем, потому что доказательной базы не очень много. Скорее просто проводим надлежащий скрининг. Вот, скажем, у этого пациента, действительно, у ребенка с иммунодефицитом, скажем, я считаю, что там иммунодефицит иммуноглобулина А будет делать негативными все тесты классические на сирологический. Поэтому приходится... У детей вообще все с сирологией сложно. Там, скажем, анализы антитилакглиадину, которые утратили актуальность у взрослых из-за очень низкой специфичности, они у детей работают. У детей по последнему руководству по диагностике целиакии все равно диагноз надо всегда подтверждать гистологически. Почему? Потому что это мы делаем... Направляем на колоноскопию сразу? Или все-таки... Достаточно гастро, как правило, скопия. Достаточно гастро. Для детей гастроскопии из биопсии из залуковичного отдела 12-перстной кишки. Желательно с консультацией этих стекол у все-таки компетентного гистолога, патоморфолога. То есть это, так сказать... Непростая задача. Непростая задача. И могу по собственному опыту сказать, что очень часто это зависит от глаз, от экспертизы конкретного патоморфолога. Но поскольку мы принимаем в детстве судьбоносное решение поставить вот в эту злополучную медицинскую карту штамп целиакии и обрекая ребенка на всю жизнь на аглютеновую диету, конечно, это решение, наверное, правильнее принимать после 100% гистологического подтверждения. У меня, пожалуй, вопрос дилетанта-гастроэнтеролога. Бывает так, что ко мне обращаются пациенты чаще всего с кишечными проблемами. Значительная часть этих проблем вызвана антибиотиками. Начиная от невинного сибор-временного или обострения функциональных расстройств заканчивая тяжелым псевдомембранозным колитом. И у этих пациентов есть кожная проблема. Я рекомендую консультацию дерматолога. Что-то не так с кожей. Лучше, чтобы отлечил все-таки специалист. С какой вероятностью пациент с угревой болезнью, с акне, получит антибиотик? Знаете, вот как раз буквально пару месяцев назад читала статью, что сейчас будут убирать циклины из протоколов введения угревой болезни. То есть в большинстве случаев на самом деле достаточно просто наружной терапии правильно подобранной. Если она неэффективна, то у женщин это контрацептивы. И если контрацептивы неэффективны, или мы сразу видим, что это кистозная форма угревой болезни, или угревая болезнь, болезнь, которая приводит к развитию рубцов, то в принципе, минуя все эти фазы, можно рассматривать начало терапии изотретинаином, системной терапии. И в этом случае пациенты получают от 4 до 6 до 8 месяцев в зависимости от дозировки, потому что нам надо добиться кумулятивной дозы. А антибиотики, по моему опыту, но это мой опыт, который я вижу с пациентами, почему-то они перестали работать в последние лет 5. То есть просто трата времени. Например, если это речь о подростке, иногда назначаешь антибиотики просто промежуточно, чтобы дать маме время на подумать, а ребенку при этом совсем не покрыться высыпаниями. В общем, сейчас от этого уходит, потому что и резистентность есть, и неэффективная, и есть гораздо более эффективные препараты, то есть нет никакого смысла использовать антибиотики. И плюс, раньше схемы были по 2-3, иногда 6 месяцев. И это достаточно сложно пациентам объяснить, что а вот сейчас мы начинаем на полгода пить антибиотики. То есть я в своей практике сейчас использую тетрациклины только для лечения тяжелых форм переорального драматита. Это когда стероид-индуцированная угревая болезнь или стероид-индуцированная розация, когда пациенты по незнанию или по назначению других врачей длительно использовали гормональные препараты на лицо. И дальше синдром отмены не минуем. И дальше, к сожалению, проблемы с кожей достаточно серьезные. И в данном случае тут тетрациклины – это золотой стандарт. У нас в гастронтрологии простой аргумент. Печеночную энцефалопатию лечат непрерывным приемом рефоксимина. Формальный антибиотик, но только что неабсорбируемый. По-моему, сейчас рекордового приема больше 3000 дней непрерывно. Есть какой-то на планете человек, который 10 лет пьет антибиотик. И такое бывает, и без особенных рисков. Это радует, что мы можем все-таки отправляя пациента к дерматологу, не бояться, что его вновь обрекут, а отфутболят обратно уже с антибиотикой ассоциированной диареей. Выявляемая розация, направляем к дерматологу. Это безнадежная ситуация? Или вы можете чем-то помочь? Нет, ну, к счастью, сейчас есть препараты, которые неплохо лечат. И есть бета-блокаторы, которых нет еще в России. Наверное, когда-нибудь они появятся. Это топические бета-блокаторы, которые, как по принципу действуют феи из золушки, что на 12 часов золушка превращается в принцессу, но через 12 часов карета превратится в тыкву. То есть они вызывают просто спазм сосудов, и, соответственно, краснота у пациентов уменьшается, и 12 часов они ходят белым лицом, как и хотят. Но это больше такая симптоматическая история. Часто то, что я вижу, коррекция железодефицита, даже латентного железодефицита, она приводит к очень неплохим результатам, в том числе и на коже, и с угревой болезнью, и с розацией. То есть если перетин, я вижу, меньше 40-50, то все-таки рекомендую препараты железа. По какой-то причине коррекция железодефицита действительно приводит к стойким результатам на коже. Это скорее такой эмпирический подход? Нет, много публикаций, да, и, например, если пациенты записываются с выпадением волос, с ломкостью ногтей, то, в принципе, пока я не увижу результаты железоэферитина и ТТГ, то, в принципе, с ними даже разговаривать можно не начинать. И тут как раз либо дерматолог, либо гастроэнтеролог должен обучить, как правильно просто принимать препараты. И у вегетарианцев часто, это тоже такая же история. И угревая болезнь бывает, что у тебя течет сложнее у них, чем у людей, которые молотят все вподряд, включая фастфуды. Вот я, кстати, хотел с этим описать еще один возможный сценарий перемещения человека от дерматолога к гастроэнтерологу. Бывает, что дерматолог, обнаруживая латентный железодефицит, может, даже без анемии, посылает к гастроэнтерологу. У нас не так много сценариев в гастроэнтерологии, когда вот как-то в скрытой форме только железодефицитом, особенно многолетним, может проявляться грубое органическое заболевание. Да, формально при железодефиците, когда такой пациент входит, мы делаем все-таки скрининг серологический целиакии. Мы действительно проверяем кальпротектин, особенно у людей и так младше 30 лет. И, как правило, скорее задаем вопросы о факторах риска заболеваний желудка. То есть, в первую очередь, о приеме нестероидных противовоспалительных препаратов. И да, делаем скрининговое исследование на хеликобактер пилори, насчет которого сломано много копий. И зарубежные руководства в целом предписывают, скорее описывают ситуацию, когда его надо искать. И совершенно не описывают, что делать, если он обнаружен случайно. Что дальше делать, да. Что бывает сплошь и рядом. У нас вообще как чуть что. Давайте схожу, сделаю гастроскопию, потом уж пойду к гастроэнтерологу, пусть он там расскажет, что у меня внутри. И вот находит хеликобактерию. Честно говоря, так методологически не очень понятно, что делать, если человек ничего не беспокоит. Но в случае железодефицитной анемии, а, наверное, железодефицита, хоть это и не оговаривается, да, имеет смысл проводить эрадикацию. И вот мы в такой ситуации предлагаем провериться на хеликобактерию. Потенциально анкогенный микроорганизм, потенциально анкогенный микроорганизм. Но пока вот в ситуации полностью бессимптомного существования человека без там семейной истории рака желудка, без какого-то сверхъестественного курения, алкоголизма, приема НПВС и без симптомов и железодефицита, правда, не очень ясно, что опаснее оставлять ситуацию как есть. А что вы делаете? Я просто не проверяю, когда не просят. Случайное обнаружение хеликобактерий просто по надуманным причинам, в рамках какого-нибудь чекапа, чаще всего не всегда такого, нужного в таком объеме. Это, правда, ситуация, в которой очень может статься, что риск от приема антибиотиков существенно перевешивает пользу от уничтожения хеликобактерий. Здесь остается только пока надеяться на какие-то более надежные исследования, и у нас обновляются эти мастрихские соглашения по введению людей с хеликобактерной инфекцией. Ну, надеяться, что когда-нибудь появится вакцина, вроде сейчас идет очередной виток испытаний вакцины. Мне кажется, честно говоря, что хеликобактер – это такая же мода, как витамин D, который раньше никому не смотрели, а сейчас смотрим всем подряд. У всех подряд ужас, у вас дефицит витамина D, но как-то же раньше люди с этим жили. Все-таки, получается, это больше мы лечим ожидания пациентов, чем действительно… Да, приносим пользу. Здесь еще, как сказать, горизонт наблюдения не очень большой. Все-таки вся история с хеликобактерией – это 90-е годы. Ну, получается, да. Мы не очень понимаем, а в целом, насколько это влияет на выживаемость, на снижение риска рака желудка. Уничтожение хеликобактерий, конечно, снижает заболеваемость раком желудка, но стоит ли это делать повально и не приведет ли это к взрыву какой-то антибиотикорезистенции, потому что, по самой скромной оценке, хеликобактерия присутствует где-то у 20% городского населения. В реальной практике, конечно, если уж человек прям так хочет от нее избавиться, то, конечно, повод, наверное, можно придумать. Но дальше он придет и попьет у своей чашки. К счастью, для нас риск повторного инфицирования не очень большой. По какой-то причине это около 10% за 10 лет. Но все равно антибиотики есть антибиотики. Бывает, что просто его по надуманным причинам ищут. Вот это то, что хотелось бы, кстати, оговорить. Пока не доказана связь, вернее, как опровергнута связь с хеликобактерией, с акной, с угревой болезнью, и опровергнута связь с запахом изо рта. Это прям классическое, что у меня запах изо рта, поэтому я вместо стоматолога и, может быть, лечения рефлюкса, да, еще, что по логике больше вероятности спровоцирует запах. Вот человек идет и проверяется на хеликобактерию, просит, просит дать ему схему, которая сейчас, надо заметить, такая очень суровая терапия. И с суровыми иногда последствиями. А если еще, так сказать, какой-нибудь профилактикой заниматься, добавить пробиотик, то, в общем, человек превращается как-то так в спонсор аптеки. Ой, ну с пробиотиками это тоже история, которая уже, ну, мне, по крайней мере, набила оскомива, потому что нас, ну, у вас, я думаю, тоже в институте учили, что надо пробиотики назначать от всего, и потом оказалось, что нет, тут фуфло. Потом появляются публикации, что нет, использование пробиотиков улучшает течение атопического драматита, все дружно кидаются назначать, ну, публикации, буквально вносят их в гай, и все дружно начинают назначать эти пробиотики. Потом, ой, нет, извините, мы ошиблись, они не влияют на течение атопического драматита. Мне кажется, это вот тоже такая какая-то мистичная история, как анализ Калландисбактериоз. Ну, с ними действительно же очень доказательная база такая... Расплывчатая. Пересадка стула, вот это, я понимаю, пробиотик. Вот это может быть, кстати, более перспективное направление. Лечить готовым пробиотиком. У нас же есть уже доказательная база при метаболическом синдроме, при всех почти, так сказать, при инфекции, кластинодифицили, это вообще основной, самый эффективный способ лечения заболевания. При воспалительных заболеваниях кишечника, при язвном колите это уже находится. Как хорошо, что это не имеет отношения к драматологии. Ну, наверное, будет, потому что, да, хоть мы говорим насчёт того, что не надо друг другу так уж чуть что посылать пациентов. Нет, почему же? Если вы видите, у вас фоня на коже нужна есть. Да, если у вас есть потребность пациентов с кишечными симптомами нужно, но ясно, что как-то, конечно, будет, мне кажется, открыт механизм, как именно микрофлора определяет состояние кожи и всего остального. Та же трансплантация фекальной микробиоты, он показал эффективность своей при вообще расстройстве аутистического спектра на полном серьёзе, не только в отношении кишечных симптомов. Есть такое. Ну, это будущее. Пока просто, да, иногда возникает какая-то досада, что люди пытаются опередить научный прогресс так лет на 10-20, и вот сейчас дать такой какой-нибудь примитивный тест, получить примитивное лечение и... И спастись. И спастись, да. Будем надеяться, что это будет случаться реже. И реже, и мы терпеливо будем ждать научного прогресса. Давайте попробуем дать, может быть, какие-то практические советы нашим зрителям. Когда стоит направить пациента к гастроэнтерологу, если у него кожные проблемы? В первую очередь, не надо следовать стереотипу, шаблону, что если что-то на коже, то это обязательно что-то в желудке. Если у пациента есть какие-то параллельные жалобы, если у пациента есть признаки системного заболевания, то тогда однозначно гастроэнтеролог нужен. Но, опять же, однозначно гастроэнтеролог не нужен всем драматологическим пациентам, пациентам с атопическим драматитом, без других жалоб, а пациентам с угревой болезнью или с розацией. Будем надеяться, что мы, гастроэнтерологи, будем заниматься так. Своим? Своим делом. И нам не придется, что, к сожалению, бывает иногда, объяснять пациенту, что он пришел не по адресу. Вам спасибо за участие и советы, потому что и нам, гастроэнтерологам, важно знать, чего ждать пациенту после визита к вашим коллегам. Какого подвоха. Я для себя из нашей беседы, честно говоря, вынес, что грамотный дерматолог скорее спросят, соберет нормальный клинический анамнез у пациента, в том числе по кишечным его проблемам, по симптомам, в первую очередь, и автоматически чуть что к врачам, моим коллегам посылать не будет. Я очень рад, что такие дерматологи в нашей стране есть. А я рада, что есть гастроэнтерологи, которые не лечат дисбактериоз. Вот это просто прекрасно. Так что не лечите дисбактериоз, направляйте пациентов к врачам смежных специальностей по показаниям, и спасибо за внимание.